Так, дорогие мои друзья, сознавайтесь, кто до сих пор носит украшения комплектами. Ну вот как продавались сережки вместе с подвесочкой, и вот вы их вместе надели и пошли в мир. На самом деле такое сочетание комплектов, оно уже является антитрендом. Ну, наверное, за редким-редким исключением, когда это можно применить. Так что же делать, как же жить, как комбинировать так украшения, чтобы они классно между собой сочетались, и чтобы это смотрелось современно, стильно и модно. Как раз сегодня об этом и поговорим. Меня зовут Ольга Епифанова, с вами канал Стильно, и поехали! И сегодня я в гостях у мега-гуру среди украшений, у Вики Гузеевой, она же Вика Голберг, если в творческих кругах говорить. И мы находимся в ее шоуруме, и, собственно, все украшения, которые вы видите на мне, они из ее коллекции. И я бы хотела первый вопрос задать. Вика, как мы так просочетали, интересно, вот этот вот сет сделали? Расскажи. Во-первых, мы видим, что здесь идентичные цвета. Есть один и тот же оттенок зеленого, травянистого. А потом есть вот эти полые геометричные формы. Они не монолитные, серьга, вот такие квадратные, а полые. И здесь тоже есть эта легкость. Здесь есть еще посыл интеллектуальный. Это отдых, это легкость не только визуально, а в геометрии, а еще и в вечере в бокале аристократичном с оливочками, мартини сухого. Это какая-то такая лакшери в жизни. Мы не рекламируем алкоголь. А, нет. Но мы рекламируем лакшери образ жизни. Почему еще этот сет так сочетается между собой? Это говорит о каком-то сафари-отдыхе, об отдыхе. Кроме геометрии, в ушки вставлены замочки-крокодилы. И вот тогда образ, когда мы его рассматриваем, а его хочется рассматривать, хочется рассмотреть девушку и ее аксессуары. Потому что этот образ про отдых, про расслабленность, про такую богемность. В твоем рассказе я услышала две основные, назовем это, точки опоры, как собирался этот сет. Первый момент – перекликание по цветам. Второй момент – по тематике. Все ли верно? Все верно и по геометрии тоже. То есть они не спорят друг с другом, а дополняют друг друга. И имеют еще интеллектуальное содержание. Потому что мы оценим, как ты собрала его. Как ты его подобрала, как интересно он читается. Вот почему сейчас так сильно не в моде комплекты. Потому что кто-то подумал за вас. Вы не демонстрируете своего характера, своей натуры. Вы механически повторяете, как сказали, так и делаете. Сюда, сюда, сюда. Без индивидуальности. С полным ее отсутствием – это раз. И во-вторых, поскольку так сильно не модны комплекты, они сразу добавляют возраста. Как помните, никогда ходили такие тетеньки, которые в молодости красили с голубыми тенями. А потом до старости и продолжали, и продолжали. Но сменились уже тренды в том, как мы носим макияж и аксессуары. Поэтому то же самое. Также нам добавят возраста, как бы мы не выглядели, вот эти комплектики. Я до сих пор встречаю на выставках и слышу от своих клиентов. Ну, клиентов постоянных нет, но когда ко мне приходит первый раз, они говорят, а с чем же я буду это носить? Давайте придумаем. Давайте создадим историю, которую захочется рассматривать. Вот давай сейчас с тобой тоже придумаем и покажем нашим зрителям, какие можно создавать сеты и с помощью каких приемчиков это все делается. Я могла бы носить этот сет, вот с этой цаплей, потому что это перья, да, кожаные серьги. И они сочетаются по цветам, по плотности. Если серьги, которые на тебе, они как бы прозрачные, они сохраняют только контуры, то у меня плотная фактура здесь и плотная фактура здесь. Сочетается цвет, фактура и логика. Несмотря на то, что серьги акцентные могут быть отдельным и уже заканчивающим образ аксессуаром, поскольку сет всегда интересен, и если мне бы захотелось дополнить свой образ еще какой-то деталью, я выбрала вот такой тоже странный цветок, да, «Тайна третьей планеты». Он тоже как из перьев, как из рваных таких краев. Он созвучен по цвету. И это был бы такой какой-то вот футурный немного образ. Конечно, важно уметь комбинировать не только серьги с брошами, да, но и другие аксессуары между собой. А помимо этого сейчас один из главных трендов, я думаю, что многие его уже встречали где-то или на картинках в интернете, или, может быть, даже на каких-нибудь модницах, когда одновременно делают большой сет из брошей. Ну, как минимум, там, две штучки, а как максимум практически залита вся грудь или половина нашего туловища. Мне хочется на этом сакцентировать внимание и попробовать собрать несколько сетов. «Вика, я сняла с себя все украшения и готова быть чистым лицом для творца. Давай что-нибудь создадим в моем образе из брошей». «С удовольствием. А вот давай создадим с тобой вот такой сет. Этот сет интересен тем, что тут две абсолютно одинаковые бабочки по размеру, форме, кроме цвета, да. У них различается только цвет. И это именно этим и интересно. А потому что мы совместили золото холодного оттенка и стебро, и тогда мы в аксессуарах где-то еще, в кольцах или в цепочках, или в фурнитуре наших других аксессуаров можем пользоваться любым цветом металла». Да, я смотрю, например, если бы была одна брошка, было бы как-то скучновато. То есть как будто бы образ не доделан. Ну, то есть нет ощущения, что стилист поработал. Ощущение, что просто человек прикрепил брошь и пошел. А вот так уже гораздо интереснее. Это история. Они уже движутся, они куда-то летят. Это какая-то прям вот такая легкость. При том, что они имеют абсолютно классическую, без завиточков и каких-то романтических рельефов форму. Они достаточно классичны. Если мы вдруг надели это в офис, то это могут быть часы, это могут быть лаконичные, минималистичные серьги. Такого плана броши, вот конкретно повторяющие друг друга симметрично, хорошо подходит к офисным образом, лаконичным образом, минималистским, не боюсь. А если говорить, например, про броши, то есть я, например, сюда представила какой-нибудь лепесточек добавить. Тоже перфорированный. Да, и плоский. Вот мы внесли цвет, повторяя форму, и получилось у нас уже не офисный, а такой вечерний. Когда выходишь из офиса, добавила одну еще брошечку, у тебя получился расслабленный, вечерний, романтический образ. Ой, Вика, как мне это нравится! Я уже готова идти покорять мир. Ну, расскажи, по какому принципу мы здесь объединяли этот сет? Этот сет мы объединили по принципу геральдики, орденских и исторических всяких прочтений. Два креста классических, да, такие средневековый посыл барочный. Все брошки достаточно барочные. И у нас получается такой too much, да. Этот образ, он хорош для джинсовых курток. Ну, конечно же, для того типа внешности тех девушек, которые психологически и визуально могут вынести на себе вот такое вот изобилие, да. Кому-то и одно, и много. Но при этом они все между собой по стилистике, по цвету, цвету металла, смысловой наполненности. Немножко такой рок, рок-глем создается такой богатый, да. Немножечко театральный образ. Сейчас пойду шиковать. Вика, мне очень понравилась вот эта брошь. Причем она, я вижу, что трендовая. Она как раз у нас к тематике, как ты назвала это? С юмором. С юмором, да. Брошь с юмором. Вот что мы можем подобрать к ней? Я хочу ее носить. Если тебе хочется достаточно облегчить, да, такую большую брошь, мы можем попробовать ее замонтировать вот с такой стрекозой. И это будет достаточно легкий, облегченный образ. Для такой девушки, как ты, изящной, да, такая свекла, облегчится. Ну что, мы собрали еще один сет, который подходит к нашей уже выбранной нами свекле. Почему? Потому что идентичность по цвету, и каждый из них комплементарен другому, усиливают цвет. Посмотрите, как интересно. Мы интегрировали еще одну мушку. Она сидит на воротнике рубашки. Можно носить ее и одну, да, сместив чуть-чуть к воротничку. Можно носить две симметричных мушки. Можно одну большую, одну маленькую. Можно вот такой мушкой. Это очень красивый сет, очень характерный, очень настроенческий. Но такую мушку... Также мы можем носить как бант, как бабочку на рубашке, да. И она даст нам большой вариативности ношения и других аксессуаров. Также мы можем ее носить одну на воротничке рубашки. Также мы можем носить две на воротничке рубашки. Также мы можем застегнуть вот такой брошью. Все три броши садятся в общий сет и носятся по отдельности. И носятся в парах абсолютно любых, как нам хочется эти три брошки менять и варьировать. И это дает нам гораздо большее количество ношений. Если вы не умеете или не можете сами, но любите и хотите носить броши, выбирать те, которые нужны именно вам, в ваш гардероб, и будут максимально вам служить и украшать, приходите, я буду счастлива вам помочь. Если они у вас уже есть и вы их не носите, потому что не знаете как, берите их с собой. И мы примем решение, как наилучшим образом с ними работать. Пока Вика там собирает нам еще сеты, чтобы показать, я решила показать, как эта свеколка может красиво сочетаться с моно-серьгой. То есть, если их будет две, они здесь немножечко мешаются друг другу. А вот если она будет одна, по диагонали от этой броши, смотрится классно. А смотрите, какая у нас новая крутая история. Па-бам! Вика, расскажи про нее. Ну, это достаточно шуточный сет, да, ягодки, цветочки впереди. Есть у нас и стрекоза. Мы сделали такую... Это было бы, наверное, весело на футболке, да, больше, и на какой-то такой совсем расслабленной теме. Тебе очень идет эта стрекоза, и на тебе прям вот достаточно было бы ее, да. Мы понимаем, что на каждую внешность нужна определенный вес, но мы хотим вам показать, как можно просочетать. Можно просочетать одну ягоду и стрекозу. Да, это все летняя тема. Тема легкости, плодородности, возможностей. Не факт, что кто-то может носить в таком количестве, но это сочетающиеся вещи, и они могут быть в любом сочетании из того, что здесь представлено, потому что есть идентичность по цвету, по гармонии, по смысловой нагрузке, но также они прекрасны и по одному, да. Наверное, действительно не все, но я бы так пошла. Мне кажется, моему характеру это очень соответствует. Очень смелая девушка. Еще я знаю, что у многих в гардеробе есть тельняшки. Более того, они сейчас очень популярны и актуальны. Их можно встретить практически в любом магазине в абсолютно разных исполнениях. Но у меня вот такая вот более или менее классическая, и мне бы хотелось показать, как не просто на ровной поверхности, да, назовем это так, а как на принтованной тематической поверхности тоже можно создать сет. Наш первый сет с тельняшкой. Тут мы используем цепь, которая такая якорная цепь, она массивная, с тельняшкой и с поясом. Она у нас создает такой образ морячка такого, да. Не яхтинг клубный, а вот именно такой морячок. И дополняем его брошью. Посмотрите, как здорово, как здорово складывается история. Это графичная черно-белая рыба. И создается прям такой, прям вот морской волк. Как бы мы могли и на что заменить рыбу? Мы могли бы ее заменить на вот такого морского конька, который бы очень созвучен был с цепочкой. На любой цепочке я научу вас, как делать кулон из броши, если она не задумана как кулон физически. Мы просто прикалываем его, эту брошь, чуть ниже, и прям вот закрывая цепочку. Она будет выглядеть, как цепочка с кулоном. Это такой лайфхак. Он очень нам помогает. У нас аксессуар имеет больше функционала на диване. То есть смотрим. Очень красиво. Они очень хорошо между собой перекликаются. А я вот вижу здесь еще такие маленькие броши, которые, ну, сами по себе, по масштабу мелковаты были бы для меня. Вот что мы с ними можем сделать? Оль, они действительно достаточно мелкие, и мы их можем интегрировать тоже в сет, когда мы задействуем несколько брошей в одной тематике. Мы можем решить вопросы масштаба, сомасштабности с помощью такой же цепочки. Если у вас есть некрупные броши, сейчас мы их сделали, как концы якорной цепи, да, такая прям совсем морская тема. Но также мы могли бы просто соединить между собой и сделать просто такой сет. Он бы сразу увеличился в размере и стал бы сомасштабным. Итак, мы продолжаем нашу прекрасную морскую тему. И получился такой любопытный сет. Он может изменяться, виды изменятся, как нам нравится. Например, может быть цепь, и с ней вот такая морская звезда, а вторая может быть просто на плече. Посмотрите, как интересно, когда некрупная брошь, можно твою ручку? И летом, например, чтобы не подтягивать все время блузку, или тельняшку, или рубашку, мы можем сделать вот так. Посмотрите, как это будет красиво. И мы можем два рукава заколоть такими запонками. Мне нравится такой лайфхак. Друзья, давайте использовать аксессуары не только так, как мы привыкли, но делать из брошей кулоны, из брошей запонки, делать многофункциональные сеты. И тогда наш аксессуарный гардероб увеличит количество надеваний и интересных прочтений одежды в разы. Помните, что наши аксессуары могут изменить одну и ту же красивую базовую вещь по стилистике, по сексуальности, по бизнес-почтению, так, как нам надо в этот момент. Это то, о чем я часто говорю своим клиентам. Да, вроде бы лук собрали, лук сам по себе хорош, но без дополнения аксессуарами он незаконченный. А вот так вот мы можем менять, дополнять, играть, создавать, играть, менять настроение даже. Один и тот же костюм, или один и тот же жакет, или пиджак, с разными брошами, с разными сережками, будет смотреться и нести совершенно разную эмоцию. Посмотрите, как удобно может быть жизнь с аксессуарами. Иногда, чтобы пойти из офиса в театр или на какую-то романтическую встречу, нам надо поехать домой, переодеться, или нести с собой какие-то сумки, пакеты, думать, как бы в машине или в метро это не измять. А, изменить образ с офисного на романтический с помощью аксессуаров, сережек, брошек, колье, браслета, или какого-то интересного сета. Мы можем просто положить в мешочек дамскую сумочку и вуаля, мы выходим из офиса как бы полностью переодеты. Я надеюсь, что нам удалось вас вдохновить на смелость и вы сейчас захотите попробовать в своем гардеробе применить сеты из разных украшений. Ну, а если вдруг еще пока не уверены в том, что вы с этим справитесь, мы вас с радостью будем ждать на обучении в Европейской Академии Имиджа. Вот там у вас точно все знания доуложатся по полочкам. Это не реклама, но если вам действительно понравились украшения Вики, вы можете переходить в описание и увидите все ссылочки и на Европейскую Академию Имиджа, и на Викин Шоурум. А с вами была Ольга Ебифанова, канал Стильно и до новых встреч!